Привет всем! В этом ролике я покажу два способа, как насыпать шура или выползка на крючок. Первый, вот такого рода выползки. Выползки большие, шуры точнее. Два способа. Первый при активном клюве, который сейчас вы видите, а второй при пассивном. Пару слов о крючках. Для таких выползков подходят крючки под номерацией около 10 размера, то есть 10-12. Есть выползки поменьше, для тех подходят крючки 6, 7, 8 с русской, как говорится, нумерацией. Для такого же рода выползков крючки идут большие. Маленькие крючки для таких выползков, как говорится, не подходят, потому что любая рыба, даже пусть и маленькая, может запросто этого выползка стащить с крючка. Добавок ко всему, на маленьком крючке такие выползки при ударе об воду, то есть когда вы закидываете и ловите джонной снастью, то шура может просто срезать. Поэтому крючки всегда большие. Это пара слов, как говорится, о крючках и заодно ответ на комментарий про крючки для леща и для выползков. Кстати, не нужно забывать, что на таких выползков ловится не только лещ, ловится фактически вся хищная рыба, такая как чука, судак, жерех, голавль. Поэтому маленький крючок тут реально, ребята, не покатит никак. Я всегда на таких выползках использую очень крупные крючки. Второй способ это уже при пассивном клёве, когда, например, лещ берёт слишком плохо. То есть клёв не такой активный. Есть и существуют ещё другие способы, как насадить выплоск на крючок. Но я в этом ролике показал вам два способа, как насадить выплоск на крючок. И выбрал я с наименьшим количеством холостых поклёвок. То есть с наименьшим количеством сходов. Один при активном, другой при пассивном. И другие способы, там процент схода, то есть процент холостых поклёвок намного выше. Я решил выбрать эти два. Если вам ролик понравился и пригодился, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всем пока.